Надо сказать, что, Ольга, как бы обстрелы российской, подконтрольной России территории, обстрелы России со стороны, ну, с одной стороны, скажем, неизвестных товарищей, с другой стороны, как бы можно догадаться, кто эти товарищи, стала нормой. Это правильно или это перекос? Потому что очень многие пишут, что вот русские бессмысленно обстреливают, и украинцы стали бессмысленно обстреливать. Нет, я считаю, что, конечно, в этом не то, что разные смыслы, это просто вообще разные действия. Если по отношению к Украине и Россия проводят агрессию, войну и бомбит мирные города, не только инфраструктуру, то, во-первых, это все-таки, давайте называть словом, возмездие. И это было неизбежно. Во-вторых, кто бы это ни был, кто бы это ни был, это возмездие. Во-вторых, все-таки речь идет об ударе по инфраструктуре. Вы говорите, мы говорим, в Щебикино было громко. Вы показываете автобусы с выбитыми стеклами и есть повреждения на НПЗ. Мы пока не слышали о жертвах, хотя я думаю, все-таки они будут. Хорошо бы, если бы не пострадали люди, я бы сказала так, не могущие принимать самостоятельного решения. Но прежде всего дети. Все остальное было неизбежно. И если мы говорим с вами о партизанской войне, о диверсионной борьбе, что неизбежно. Если мы говорим о том, что перемены в России будут необходимы, но это никогда уже не будут бархатные перемены. Никогда уже эта власть, которая будет отстреливаться до последнего патрона, никогда уже без крови в России уже не обойдется. Вот, Оля, ты сказала очень интересную фразу, власть, которая будет отстреливаться до последнего патрона. Обратите внимание, уважаемые зрители, все вчерашние заявления, они были очень странного характера. Я имею в виду заявления из России. С одной стороны, они были, мы ищем ответ, мы найдем достойный ответ и так далее. Ну, понятно, то есть, что может сказать власть страны. Ну, там, назвали украинцев фашистами, нацистами, которыми руководит Запад. Все это понятно, это, так сказать, привычно. Тут другой момент, что, говоря и во всех программах телевизионных, и то, что говорил Песков, и то, что Путин. Вот, помнишь, ищут пожарные, ищет милиция и так далее, и не могут найти, значит, парня лет двадцати. Они не могут найти, какой им дать ответ. Это одна история. А вторая история, что они не собираются это прекращать. Более того, я хочу тебе сказать, я новость записал, это совершенно потрясающе. Я не знаю, обратила ли ты на нее внимание. Сейчас я тебе скажу, это тебе очень понравится. Значит, сейчас, 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 сейчас. Нет, это я в другом месте сохранил, но я на память помню. Значит, очень прошло важное заседание Министерства путей сообщения России, Министерства железных дорог. И там было принято важное решение о стратегическом развитии железнодорожного транспорта Российской Федерации с оккупированными территориями. Ну, как они говорят, территория России. Вот, вот они будут туда рельсы прокладывать. Они вот это самое, ты знаешь, Мишустина вызывал Путин, и Мишустин докладывал об экономическом развитии этих территорий, приняты планы. В общем, короче говоря, они, они собираются там быть вечно. Они, Оля, делают вид, что ничего не происходит. Мне кажется, здесь чуть другая история. Помнишь, в чеченской кампании, особенно в первой чеченскую кампанию, был такой министр то ли строительства, то ли вот министр, отвечающий за Чечню по фамилии Кошман. Вот я очень раз запомнила, это был потрясающий человек, мы все время следили журналисты за отчетами о строительстве. Они выглядели так. Построили железную дорогу, мост, три моста, еще четыре склада и восемь каких-нибудь пограничных пунктов, осващенных суперкомпьютерами. И вы знаете, и вот тут же пришли чеченские боевики, и все подорвали, и вообще песчинки не осталось на месте. Все вообще, нужно еще больше денег, чтобы строить три моста, четыре железные дороги и еще. Мне кажется, это вот эта история, потому что мне рассказывают люди, близкие к бизнесу, там, каким-то госзакупкам из Москвы, из Питера, когда я спрашиваю, как дела, говорят, слушайте, денег завались, завались прут деньги, прут на Мариуполь, на эти территории, на все. Ну, бешеные деньги, вот они здесь, да, вот здесь мы, ну, типа, вот это последний день Помпеи. Люди понимают, что все это не то, чтобы продлиться не вечно, а вообще скоро закончится. Хорошо бы досваивать бюджеты. Хорошо, теперь вот по поводу реакции. Смотри, Песков по поводу вчерашнего заявил. Россия хотела бы услышать от западных стран какое-то осуждение, предпринятое 30 мая, атаки беспилотников на Москву. Но это не произошло. Мы видели этот статус, мы видели реакцию из Лондона, из Вашингтона, зафиксировали себе отсутствие какого-либо осуждения. Мы, конечно, предпочли бы хоть какие-то слова осуждения. Москва, добавил Песков, будет спокойно и последовательно анализировать, как отреагировать на эту атаку. Вот тут тоже два смешных момента. Первое, вот анализировать, как отреагировать. Анализы надо сдать Путину не в чемоданчик, а в лабораторию, чтобы было понятно, что с ним происходит, что он ведет эту войну. Отчего вот они не прореагировали, эти западники проклятые? Что это такое? Ну, западники, мне кажется, особо не на что реагировать. Пролетели беспилотники, есть разбитое окно на Ленинском проспекте. Очень жаль. Разбили окно. Кстати, между прочим, прости, он солгал. Дело в том, что Соединенные Штаты прореагировали. И Соединенные Штаты вчера сделали заявление, что они не поддерживают подобные действия. И кроме этого, прямо вчера было заявление от Госдепа. И кроме того, они напоминают, что в военных действиях на российской территории не должно быть, не должно использоваться западное оружие, которое предоставляется Украине. И, кстати, я хочу тебе сказать, что вот эти вот неизвестные, значит, партизаны или кто там они, они не использовали вот это вот все. Ну, американское нет. Там, наверное, иранские были, какой-то был украинский. Ну, а чего? Они же могли бы сказать, что мы осуждаем Украину. Чего они не сказали? Жалко им, что? Конечно, они не могли сказать. Конечно, они такое не могли сказать, и не скажут. И все эти действия, помимо того, что они носят, безусловно, то есть это не Путин будет отвечать. Это пока, ну, не могу сказать, что Украина, потому что Украина, украинское правительство не взяло в нас за эту ответственность. Но это явно, конечно, вещи, связанные с Украиной. Связаны так или иначе с ответом. Но это даже, это не ответ. Какой может быть ответ на бучу? Вообще, мне кажется, Госдеп говорит именно об этом, что ответа на бучу, вот такого, да, око за око, зуб за зуб, быть не может и не должно. Ответ за Мариуполь, за те 600 человек, которые лежат сейчас погребенные под останками Мариупольского драмтеатра, вот такого ответа, да, нет и не может быть в 21 век. Мы все люди прекрасно понимаем, что разбомбить, не знаю, там, большой театр в Москве полный зрителей, да, вот этого не будет. Это то, впрочем, с чего восстанет весь мир, и помощь на этом Украине прекратится, безусловно, прекратится. Мы все это понимаем, и Украина это понимает. Мне кажется, лучше всех, лучше других. Что вот таких зверств не будет. Что очень хочется, конечно, кому-то, наверное, спровоцировать Украину на такие действия. Вот на то, чтобы вот так вот в Малаховке вот так вот лежали бы велосипедисты, расстреляны просто так. Очень хочется кому-то, чтобы это было. Но этого не будет. Этого не будет, потому что Россия напала на цивилизованное государство. На государство, которое не будет. Ты помнишь, наверное, господина Гладкова, который два дня назад заявлял, что нужно присоединить Харьков к Белгородской области. Помнишь, да, он сказал, что надо присоединить? Да, и это самое. А по этому поводу, подожди, кто пошутил? А, Толстой, Толстой, зам пред Государственной Думы, который сказал, для того, чтобы перестало вот эти вот обстрелы были, надо просто Киев присоединить. Ну, пусть присоединяет, у него время есть, и должность хорошая, и зарплата. Так вот, вот этот Гладков теперь собирает чемоданы в Воронеж. Давай посмотрим. Здравствуйте, дорогие друзья. Утро у нас совсем недоброе. Ночью, точнее, в 3.15 по Шебекину был нанесен массированный ракетный удар. Большое количество разрушений на квартирные дома, частные дома. Много единиц частного транспорта сгорело. 40 человек пострадало, всем оказывается помощь. Никто, слава богу, не погиб. Установительная работа начнем уже сегодня. Объем работы очень большой. Будем стараться сделать максимально быстро. Начинаем с сегодняшнего дня вывозить детей в Субейкинский и Говоронский округ. Сегодня первые 300 детей будут отправлены в Воронеж. Ну вот, значит, начинается, я бы так сказал, эвакуация. Эвакуация с российской территории. Понимаешь, в чем дело? Вот мы можем не обращать внимания на... Ну и Путин, условный Путин, его вот эти товарищи. Они могут не обращать внимания на то, что там Волочкова и не долетела бомба в ее двор, и она возмущенно говорит, что это такое вообще. Я только на пуанты встала. Тут что-то вот такое. Но нельзя не реагировать на эвакуацию российских регионов. Понимаешь? То есть мы видим, вывозят 300 детей в Воронеж, массированная атака, он жалуется и так далее. И в ответ ничего. То есть меня это радует, конечно. Это прекрасно, что в ответ ничего. Что они там в Кремле просто то ли не знают, что сказать, то ли и так далее. Но по факту гробовая тишина. То есть вывозят детей, вывозят население, а центральная власть молчит. Я не первый раз наблюдаю селфи губернатора Гладкова. И мне так довольно тяжело дается переключиться с его лица на его речь, поскольку у меня глаз опытный, и у него очень хороший косметолог. Прямо прекрасный. Но неважно. И в общем, он мог бы, хотя бы во время войны, уйти от косметолога. Я про уколы, я не про накрашенные губки. Значит, что касается тишины. Но тишина стоит звенящая уже сколько времени. Диверсионная группа в Брянске – молчание. Горящие крыши Кремля – молчание. Группа в Белгородской области – больше суток – молчание. И я вчера видела в пабликах, таких вот московских таких пабликах, как говорит Соловьев со смузи и фалафельными, в этих пабликах большая радость по поводу внутренней атаки, что вот наконец-то теперь, вот по конец, сейчас покажем Кузькина матч, сейчас Путин ответит. И вот это вот невнятное мычание, оно же и молчание, оно же бог знает что. У меня есть такое ощущение, что с Путиным, слава тебе, Господи, что-то произошло. Не то, чтобы ему нечего ответить или там неохота отвечать. У меня такое ощущение, что там что-то глубже. И мы скоро увидим, скоро это я имею в виду летом, то есть в этом году мы увидим что-то очень и очень интересное. С ним что-то происходит, какой-то, какой-то то ли сбой, то ли все-таки он отъезжает. Оля, подожди, извини, я тебя прерву. Меня, ты сказала, с Путиным что-то произошло, с ним еще и в детстве что-то произошло, понимаешь? Когда мы с тобой смотрим американские фильмы, то там он кто-то, какой-то убийца серийный, кромсает ножом, а потом сыщик ему говорит, начинайте говорить. Он, все началось из-за того, что меня бил отец. Ну и так далее. Не знаю там, кто его бил. Да, я просто о другом немножко. Мне на Путина наплевать, и он меня абсолютно не интересует. Итак, есть страна, которая запустила войска в Украину, но и сейчас там находится большое количество войск. Они продолжают держать Бахмут, о котором все забыли и так далее. То есть там стоят войска. В этот момент украинцы или неукраинцы нападают сзади на русские города. И не происходит ничего в военном смысле. Причем тут Путин, там есть Шойгу, есть Герасимов. Я русский патриот, защитите наши города. Почему мы должны вывозить русских прекрасных детей в прекрасный русский город Воронеж? Понимаешь, вот я о чем говорю. Не Путина парализовало такое ощущение, что вообще страну парализовало. Так, получается так, что они будут держать Бахмут, а какие-то непонятные люди, то ли украинцы, то ли неукраинцы, будут в Перхушково, а потом в Москве, а они будут держать Бахмут. То есть просто я пытаюсь алгеброй постичь гармонию. У меня не очень получается. Нет, не получается. Здесь алгебра не поможет. В отличие от тебя, я все-таки, знаешь, все-таки я хочу думать о Путине. Я пытаюсь перестать думать о том, что, пожалуй, мне бы как-то хотелось бы на нем, как-то физически на него воздействовать, вот лично этими руками. Но я буду себя сдерживать. Пытки запрещены. Хотя очень хочется. Но дело, конечно, не только в Путине. И вообще, конечно, не в Путине. Здесь ты абсолютно прав. Я совершенно не понимаю, почему жители Белгорода, например, не выйдут встречать хлебом, солью и цветами следующую диверсионную группу. А может, и выйдут. А может, и выйдут. А я тебе сейчас покажу. Давай. Я тебе сейчас покажу. Вы как-то, Ольга, не следите за жизнью диверсионных групп. Советую вам обратить на это внимание. Значит, видео для тех, кто не верил, что россияне поздравляют освободителей из Легиона Свободы России и Русского Добровольческого Корпуса. Посмотри видео. Мы ждали очень. Нормально. Что это наши пришли. Очень-очень даже были благодарны им. Очень боялись, что это были не наши. Потому что не было света. Мы не знали. Когда увидели Белый Барас... Тарахдит, гудит, сидим. Кто его знает? Ну, вот чувства какие, наверное. Радости было, когда увидели их. Да, да, да. Что это все-таки наше. Всем спасибо. И, ну, мы верим в нас, да? Потому что мы русский дух. Мы не будем падать. Нам страшны эти эмоции. Прошли. Все нам рассказали. Такие солдаты, такие руководители, мужчины вообще. Ну вот. Правда, тут непонятно, возможно, это видео, где они приветствуют русскую армию. Понимаешь, мы с тобой это не знаем. Но, как меня заверили, все здесь правильно. Поэтому вот это вот такая вот странная история. Они довольны. Это помнишь, как «Свадьба в Малиновке». Вообще все абсолютно, все показано в знаменитом фильме «Свадьба в Малиновке». Это великий фильм, который пророческий, да? Хорошо. Давай еще посмотрим с тобой то, что можно обсуждать. В России резко участились взрывы, диверсии, атаки. Мы узнали, связывают ли жители Украины это со скорым контрнаступлением вооруженных сил Украины. Давай посмотрим. Думаю, что это, наверное, не связано. Возможно, это какие-то провокации, либо какие-то прилеты, которые будут тогда оправданы, что там якобы что-то произошло. Возможно, что это они самостоятельно делают. Поскольку у нас официальной информации нет, это не комментируют, не подтверждают. Я добавить ничего не могу. Я думаю, что это не связано. Все идет по плану у них. Так сразу и не скажешь. Не знаю, подготовка это или не подготовка. Мне хотелось бы, чтобы это было днем, ночью и утром, сутки напролет. Вот эта подготовка, чтобы у них бахало так, как у нас. Я очень этим горжусь и довольна. Не знаю, кто это стреляет, кто там что делает, но мне это нравится. Я считаю, что это не связано. И желаю, чтобы эти события происходили и совершались намного чаще. Я думаю, что в любом случае, даже если это не Украина, это карма. Они будут чувствовать то, что мы чувствуем год, уже более года. Каждый украинец просыпается от взрывов, теряет своих близких и не только близких. Здесь очень плохие вещи происходят сейчас у нас в стране. И сейчас это будет чувствовать Москва и все города России. Поэтому, да, я считаю, что это может быть связано с контрнаступлением. И скоро Россия будет плакать. Я не хочу это комментировать. Я хочу скорейшей победы Украины. А что там в Москве для меня, этой страны, не существует, кроме как агрессора. Вот такие вот слова. А ты считаешь, связано или не связано? Какой потрясающий парень с кармой. С кармой, да. И я слушала его и думала, боже мой, я не хочу никого обижать, но он такой умный. Его хотелось слушать дальше, дальше и дальше. Искренне умный. И слово карма было очень кстати. И она такая, карма, она же, ну как бы карма, ее же не посылает никто там, кроме как сверху. Ни украинское правительство не посылает. Что, заслужили. Карму надо заслужить. И нет, конечно, я считаю, что эти вещи действительно не связаны. Я, честно говоря, в Берлине посмотрела даже специально дату, встретилась с Заверсантом, посмотрела дату, просто даже я сняла его речь на маленькое видео. Он сейчас там. 22 ноября он мне все это рассказывал. Мне все это рассказывал, 22 ноября я сказал, что ну вот, там я пошел, там я вот сейчас поеду там, там и там, и будет вот так, так и так. И еще там кое-что добавил, чего пока еще нет, но я надеюсь, что будет гораздо более масштабная партизанская война. И не было тогда никакой речи о контрнаступлении. Это было больше, чем полгода назад. И поворота в войне не было. А сейчас совершенно очевидно, что он есть. И это совершенно неважно, кто сейчас в Бахмуте. Абсолютно очевидно, что с самого начала было понятно, что Россия войну проиграет. Она сейчас ее, безусловно, проиграла. Но не может быть и речи о том, чтобы она закончится, пока Россия не отдаст все захваченные территории. Это тоже понятно. То есть эта история может быть действительно очень надолго. Но поворот уже все, поворот уже случился. Уже война вернулась туда, откуда она уходила. И вот это вот пресловутое, ой, а что случилось, а почему вдруг летят вот эти дроны, почему вдруг нас вот это какие-то прилеты. Это за что, это нас, а мы-то здесь при чем? Вообще при чем тут мы? Это, конечно, слышать на самом деле мне, наверное, еще очень долго не надоест. Вот не надоест. Я тебя хочу порадовать или огорчить, не знаю, про российские военные успехи. Значит, первый в России стелс-корабль. Я напомню, технология стелс – это когда не видно самолета или корабля и так далее. Корвет проекта 2386 после 10 лет строительства отправлен на перепроектирование. На корабле во время его строительства разворовали 30 миллиардов рублей. Шапка-невидимка превращается в скатерть-самобранку. Самобранку. И наоборот, и наоборот, между прочим. Тут даже скатерть-самобранка превращается в шапку-невидимку. Да. Ну, давай еще видео посмотрим. Это, конечно, русское телевидение. Как это? Беспощадное и какое? Бессмысленное и беспощадное. Беспощадное. Значит, поскольку они сейчас как акины играют на этой штуке и просто констатируют то, что происходит, им не дают никаких руководящих указаний, это вообще там трагедия. Я об этом в каждом своем стриме говорю. То вдруг они вот как заговорили. Давай посмотрим. Только теперь ситуация, в отличие от 2014-2015 годов, для нас гораздо хуже. Почему? Потому что политически тогда это выглядело как? Украина воюет с народными республиками, которым помогает Россия. То есть Россия как ключевой игрок не вступил. И многие говорили, а вот если бы вступила Россия, тогда бы уж точно Украине пришел бы конец. Теперь что получается в новой конфигурации? Получается в их логике, что Россия вступила и не смогла добиться решающего успеха. Как говорили американцы еще в апреле прошлого года, тогда бита уже ваша последняя финальная карта. Они хотят политически это вот так разобрать. Ну не бита же никакая карта. Это в их восприятии. А они уже давным-давно рассказывают всему миру это оправдать. Что Россия уже геополитически проиграла. Но они даже не предполагают игру в долгую, которую надо им выдержать. Нет. А не нам. Они считают, что во-первых, у них больше ресурсов. Во-вторых, они считают, что у них стратегическое положение лучше, чем у нас. Поскольку наших ракет в Мексике на сегодняшний день, как ни крутили в Канаде, все-таки нет способных достигать центров на восточном побережье США. А они могут... Ну вот такие вот признания. Киасаян, конечно, на работе. Все понятно. Он возражает. Но причем, что интересно, что вот этот человек, я его знать не знаю, толстенький в очках. Правда, я тоже толстенький. Тоже в очках. Его не убили прямо во время эфира. Ему Скобеева не заткнула рот и так далее. В общем, в России свобода слова намечается, Романова. А вы где-то там по западам едете. Вам в Россию... Вас ждут в России, чтобы вы занимались своими делами. Вам никто слова не скажет. После Пригожина мы будем говорить здесь три дня, если эти три ночи и не затыкаться. Мы столько не наговорим, сколько он наговорит за один раз. Безусловно. Свобода слова. Ну, если говорить по сути, то этот человек прав. Он прав. Он прав. И это, мне кажется, еще такая штука. Все-таки они же безболезненно давным-давно. Слово. Почему? Это, оказывается, замысел играть в долгую. Ну, вообще, вообще, замысел играть в долгую, в этом нет ничего плохого. Вообще, мы все играем в долгую и собираемся прожить как можно дольше, посмотреть, чем это закончится. Игра в долгую – это нормально, смотря во что. Смотря во что. Если говорить, что Америка играет в долгую и хочет, чтобы Россия отстала от Украины, а Украина стала членом НАТО и членом Евросоюза, ну, простите, а что здесь плохого? Что плохого в этой долгой игре? Если Америка играет в долгую, хотела бы, чтобы Россия тоже стала свободной страной и, не знаю, вступила в НАТО, в Евросоюз, кстати говоря, как Путин собирался очень сильно. Где-то 2002 год, это римский саммит, еще даже до ареста Ходорковского, еще Вацлав Гайл был жив. Очень Путин хотел в НАТО. Не взяли, вот, обиделся, подлец. И вот результат. Что там плохого, если Америка, Госдеп, Байден, я не знаю кто, планета Нибиру, ящеры хотят, чтобы Россия видит свободной страной. Эта игра в долгую? Очень долгую. Очень долгую, гораздо дольше, чем украинская игра. А что там плохого? Да как-то ничего. Вообще Россия называет это западным влиянием. Ну и пусть. Оль, спасибо тебе большое, что ты была с нами. Мы с тобой вот всякое разное посмотрели. И мы, по-моему, счастливы, да, вот с тобой, да. Я желаю тебе... Утром был прекрасный успех. Я еще и утром тебя видела. Было прекрасно, начинался день. Спасибо. Продолжение следует...